В эфире ЛРТ программа «Итоги недели» в студии Наталья Кратович. Здравствуйте! Коротко о главных событиях прошедших дней. Не разрешать себе болеть гриппом. Один из способов – вакцинация. В округе закуплены вакцины для взрослых и детей. Цвет строения – желтый. Выбрали жильцы одного из домов, где уже завершается капремонт. Всего в округе осталось привести в порядок менее 100 МКД. Мы передаем документы судебным приставам и запрещаем выезжать на водопадщику за год. Налоговые инспекторы проводят рейды на дорогах. Как не попасть в просаг по налоговым долгам? Здесь жесткое требование администрации. Она непонятна. Управление образовательное. Только одно. Давайте эти случаи предупреждать себя. Коллективная перевозка детей равно безопасность. Соблюдаются ли требования в округе? Тему обсудили в администрации. Сейчас я как раз словила то состояние, которое нужно стрелку. Стрельба как вид спорта. Впервые в Люберцах открывается школа по практической стрельбе. Как прошла неделя в городском округе? Этот вопрос обсудили на еженедельном оперативном совещании в администрации. Наш корреспондент Дарья Борисова в курсе ключевых событий. 1849 раз люберчане обратились за помощью в управление МВД за последние 7 дней. Из них 161 вызовы ДПС на места дорожно-транспортных происшествий. Возбуждено 36 уголовных дел. 31 раскрыто по горячим следам. Обратите внимание, что участились случаи краж квартирных. И у нас есть такие услуги, по крайней мере, в Насгвардии не сохранны, как установление кнопок тревожных сигнализаций. Поэтому обращаю внимание, что доведите эту информацию. И, к сожалению, использую тот период, когда люди находятся в отпусках, где-то, может быть, на дачах. И, естественно, их имущество пока без присмотра. Одно технологическое отключение холодной воды зафиксировано службой жилищно-коммунального хозяйства и устранено в кратчайшие сроки. План по ремонту подъезда выполняется с опережением. Отремонтировали 642 подъезда вместо 603. Капитальный ремонт МКД. 16 элементов кровли выполнены окончательно. В работе находится 28. То есть 80 процентов. 44 из 49 в стадии завершения. Осень внесла коррективы в работу сферы здравоохранения. Если приема узкого врача-специалиста жителям округа придется ждать в среднем 3 дня, то к терапевту или педиатру они смогут попасть только через неделю. В связи с тем, что некоторые специалисты, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь, в связи с началом учебного сезона, врачи тоже учатся. Поэтому они у нас уходят на картосрочные и месячные курсы повышения квалификации. Соответственно, возникло небольшое увеличение времени ожидания к врачам первичного звена. 21 сентября пройдет областная акция «Наш лес, посади свое дерево». Администрация городского округа Люберцы пригласила всех жителей принять в ней участие. Вакцинация от гриппа – путь к зиме без болезней. В Люберцах стартовала прививочная кампания. В городской округ поступила первая партия вакцины. 50 тысяч доз для взрослых и 18 тысяч для детей. Все поликлиники уже в боевой готовности и принимают желающих обезопаситься от вирусов. «Прививаться всегда надо. А я, кстати говоря, каждый год прививаюсь». Журналистки и долг обязывают Ольгу Щевелеву все время контактировать с людьми. А значит, вспышка заболеваемости может накрыть мгновенно. Но благодаря вакцине ее иммунитет справляется с ударами гриппа отлично. «Первую очередь рискут заразиться пожилые люди и дети, а также те, кто работают в больших коллективах, часто ездят в общественном транспорте. Бывают в многолюдных местах и люди с пониженным иммунитетом». «У вас хронические заболевания. У вас есть риск заболеть простудными заболеваниями, вирусными инфекциями чаще, чем у других людей. Поэтому вам обязательно вакцинация ежегодно от гриппа». «Решили привиться? Тогда идите в любую поликлинику. Для этого понадобится только паспорт и полюс. Первым делом вас осмотрит терапевт. Он проверит ваше здоровье, выяснит, есть ли противопоказания. Аллергикам нужно посоветоваться с лечащим врачом. Сентябрь – идеальное время для прививки. Организм должен подружиться с вакциной еще до эпидемии». «Где-то две недели организм привыкает к прививке. А через две недели уже идет иммунитет. Какая-то прививка, которого хватает где-то на полгода. Вообще, грубо говоря, может быть, даже и на год хватает, у кого какой иммунитет». Вирус гриппа коварный. Он сражает на повал и вызывает серьезные осложнения. Удержать эпидемию у ее порога помогает отечественная вакцина. По словам медиков, она успела себя зарекомендовать в предыдущие годы. «Поливалентная вакцина не используется для массовой иммунизации. Это частные случаи, которые не подлежат широкой иммунизации населения. Савигрипп, еще раз подчеркиваю, именно тот вариант вакцины, который вся центральная Россия практически вакцинируется именно этой вакциной». 138 тысяч взрослых и 33 тысячи детей. Столько человек планируют вакцинировать в этом году. Люберчане, в свою очередь, не ждут наступления вспышки заболеваемости. Идут в поликлиники за прививкой от гриппа уже сейчас. Каждый день ее делают около 200 горожан. Анна Троян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Получить медицинскую помощь в частной клинике бесплатно. Теперь это стало возможно. В Малаховке открылся медицинский центр, где пациенты, попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут получить услуги безвозмездно. Добрый доктор Айболит, зверушки врачи и добрые плюшевые медсестры. На открытии поиграть в больницу со сказочными персонажами смогли маленькие гости. Семья Кириченко пришла на праздник в полном составе. Они давно ждали появления в поселке альтернативы – государственной поликлинике. Конечно, местная поликлиника, большие очереди, либо отсутствие нужных врачей. Приходится ехать в другой город, Люберц, Жуковский. Это очень неудобно. Это первый центр подобного рода в нашем поселке. Здесь будет большой комплекс услуг, хороший педиатр. Мы надеемся, полное обслуживание. В центре лидер медицины оказывают помощь не только денег ради, но и бесплатно помогают тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Один день в неделю педиатр принимает детей, которые не попадают под льготы государства. Это могут быть и матери-одиночки, и малыши, и те, кто потерял работу. Мы примем всех с одной просьбой – на честность. То, что если у человека лежат кучи денег, он приходит на бесплатный осмотр, но это чисто на его совесть, потому что он просто забирает место от тех людей, которые могли бы помочь, действительно кому нужна помощь. Если действительно не может обратиться платно к какому-то врачу, нужна помощь, мы не спрашиваем документов, мы не спрашиваем, есть ли у вас какие-то пособия социальной льготы, нет ли у вас льготы. Человек, может быть, был бизнесменом неделю назад, а сейчас какой-то кризис. Могла быть ипотека. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Дорогой хороший. Тебя вообще давным-давно не видел. На прием к врачу, как на праздник, в новом медицинском центре создали атмосферу уюта и доброжелательности. Здоровье детей здесь главное. Педиатрия – одно из основных направлений клиники. Для юных пациентов работают и узкие специалисты, эндокринолог, кардиолог, гастроэнтеролог и аллерголог. Комфортно здесь. Тут очень приятно ходить, тут много грамот. Видно, что врачи опытные, тут хорошо. Уютное место, здесь не страшно сюда приходить. Своё здоровье в центре поправить может вся семья. На площади 150 квадратов разместились процедурные кабинеты для сдачи анализов и вакцинации. Работает терапевт, невролог, гинеколог и другие специалисты. Вскоре социальный приём будет доступен и у терапевта. Все мы прекрасно знаем, что сейчас есть определённые трудности. Центр, он помогает также людям, которые не имеют возможности попасть и обеспечить платными услугами, распространяется среди благочинного нашего городского округа Люберца. То есть любая бабушка, любой дедушка, любой человек, который не имеет то или иной финансовой возможности, может прийти сюда и получить здесь бесплатно свою помощь. Помощь от специалистов центра можно получить и на дому. В родных стенах врачи смогут взять анализы, сделать УЗИ и ЭКГ. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. В Люберцах продолжается капитальный ремонт МКД. За 2 из 2 тысяч многоквартирных домов округа 126 вошли в этом году в региональную программу. В доме на Октябрьском проспекте 191-2 уже завершился ремонт фасада. Здание перекрасили в ярко-жёлтый цвет. При выборе оттенка управляющая компания спрашивала мнение жителей. Теперь подрядная организация приступила к ремонту кровли и внутриинженерных сетей. Вообще задача управляющей компании, генеральному подрядчику поставлена такая, что до 1 октября завершить все работы внутренних инженерных сетей. Это с учётом подготовки МКД к началу отопительного сезона. И как минимум к 15 октября это завершить все работы по ремонту крови. Остальные работы, которые не зависят от погодных условий, должны завершить до 1 ноября. Эксперты проверяют качество дорожного покрытия в Томилене. Проверку осуществляет лаборатория «Лабрадор». Если качество плохое, подрядчик заплатит штраф. Как именно проходит проверка, узнавала наша съёмочная группа. Насколько качественно на улице Твардовского заасфальтировали дорогу, покажет проверка. Специальная лаборатория взяла образец для исследования. Материал проверяется на прочность, на влагонасыщенность и, соответственно, на толщину слоя. Физический параметр толщины слоя измеряется непосредственно на месте, в момент вырубки керна. А все остальные параметры проверяются в лаборатории. Не тоньше 4,5 сантиметров должна быть толщина асфальтово-бетонного покрытия. Ошибки скажутся для подрядчика на заработке. Оплата зависит от экспертных заключений. По окончанию отбора кернов эксперт сдаёт образцы в лабораторию. В течение 10 дней выводится полное заключение и предоставляется администрации для отчёта перед министерством на предоставление субсидии в оплату подрядной организации, выполняющей объём работы. На сегодняшний день в Люберцах окончен ремонт 41-й дороги. Качество асфальтового покрытия проверят в ближайшее время. Руководители единых диспетчерских служб Подмосковья обсудили рабочие вопросы в Люберцах. Во дворце спорта «Триумф» прошёл учебно-методический сбор представителей службы 112. Округ стал площадкой для его проведения, как территория, которая делает большие успехи в сфере оказания помощи населению в чрезвычайных ситуациях. Люберецкая ЕДДС входит в пятёрку лучших служб региона. За каждым звонком человеческая беда. С хорошими новостями номер 112 не набирают. Аварии, несчастные случаи, преступления. Вот о чём первыми узнают сотрудники ЕДДС. За этот год диспетчеры Люберецкой службы приняли более 300 тысяч таких сообщений с тревожным настроением. У вас ДТП, правильно я вас поняла? Пострадавших нет? В этом году ЕДДС округа отметила новоселье. Новый офис стал примером для подражания среди подмосковных служб, как и высокий уровень профессионализма люберецких специалистов. ЕДДС округа названа лучшей среди муниципалитетов с численностью населения свыше 200 тысяч человек. ЕДДС городского округа Люберцы традиционно занимает лидирующие позиции в области. Что свидетельствует о том, что у нас здоровый коллектив, хорошая профессиональная выучка. И то, что мы на сегодняшний день в рамках нового служебного помещения имеем возможность расти и технически, и численно, оно, несомненно, все скажется на более качественном обслуживании населения. Перенять опыт люберецких специалистов и поделиться своим. Со всего Подмосковья в округ съехались руководители диспетчерских служб. ЕДДС – посредник между жителями и экстренными службами. От его оперативности зависит, насколько быстро помощь придет к пострадавшему. В своей работе ЕДДС Подмосковья шагнули далеко вперед. Помогли современные технологии и методичное повышение квалификации персонала. Как защищать население при ЧС еще эффективнее? Ответ на этот вопрос руководители ЕДДС искали сообща. В каждой работе, конечно же, есть определенные моменты, которые надо совершенствовать. И работа по оказанию помощи людям, конечно же, это важнейшая работа. И здесь мелочей не может быть. Мы эти все мелочи сегодня разберем, обсудим и принимем необходимые управленческие решения, для того, чтобы помощь приходила к нашим жителям Подмосковья своевременно и гарантированно. На официальной встрече нашлось время и для торжественного момента. Руководители подмосковных ЕДДС получили награды за высокий профессионализм. Среди них и директор Люберецкой службы Виталий Богданов. Дарья Борисова, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Сразу несколько злободневных тем на одном заседании. Проект реконструкции Октябрьского проспекта и работу Мособл ЕРЦ обсудили члены общественной палаты округа. Ответы на острые вопросы искали вместе с представителями компании-подрядчика и расчетного центра. Здесь собрались, говорится, члены общественной палаты, к которым люди обращаются. И мы не можем объяснить, какой смысл в том, что Октябрьский проспект расширяется. Объяснить, что к чему вызвалась представитель компании-подрядчика Лилия Нуштаева. Реконструкция – это то, что Октябрьскому проспекту городостроительно-земельная комиссия прописала. Дорожная артерия города не справляется с потоком машин. Многокилометровые пробки – в доказательство. Решить проблему призваны пять этапов реконструкции. Первый проведет спецтехнику от улицы Власова до поворота к Люберецкому ДК. Дорогу расширят и построят путепровод. В границе первого этапа входит сам непосредственный путепровод, устройство семи автобусных остановок. Часть из них будут временные, остальные на постоянной основе. И два новых подземных пешеходных перехода. Мемориалы не пострадают. Реконструкция Октябрьского проспекта не тронет вечный огонь и памятник Юрию Гагарину. Впрочем, скульптура космонавта переедет на новое место. А вот собственникам земельных участков, которые встанут на пути строительства, придется ими пожертвовать. Что касается тех землепользователей, которые попадут под снос, под изъятие, после того, как будет досогласован проект планировки территории в 2019 году, выйдет распоряжение об изъятии, и мы сможем разместить публикацию на средствах массовой информации и начать переговоры с юридическими лицами о сумме компенсации. Реконструкция Октябрьского проспекта вызывает много вопросов. Еще большая работа компании Мособл ЕРЦ. Сравнительно недавно лицевые счета жителей округа вошли в систему оплаты за услуги ЖКХ через расчетный центр. С тех пор плательщики сталкиваются с неточными суммами в квитанциях и несвоевременной отправкой единых платежных документов. Компании эти погрешности связывают с непростым процессом отлаживания работы на новой территории. Сам процесс, безусловно, ввиду большого массива передачи данных, а это свыше 100 тысяч лицевых счетов, в другую совершенно информационную оболочку, влечет за собой некие шероховатости. Ничего в сверхъестественной территории Люберец не произошло. Оплата за жилищно-коммунальные услуги должна быть в объеме тех начислений, которые присутствовали до этого. То есть, скажем, за июль-июнь месяц. Глеб Латыпов отметил, что сейчас в Мособл ЕРЦ работают над решением проблем. Пока рабочие процессы не будут полностью отлажены, никаких штрафных санкций к жителям округа применяться не будет. Дарья Борисова, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Задолжал государству, жди санкции. Налоговые инспекторы проверили автовладельцев на законопослушность. Совместно с судебными приставами и инспекторами ГИБДД они искали на Егоревском шоссе жителей, которые уклоняются от уплаты налогов. У вас числится задолженность по налогу на имущество, по шатуре, пене за имущество. Они своевременно произвели оплату. То есть, я квитанцию вам могу распечатать. Здравствуйте. И будем ждать вашей оплаты. Шесть месяцев на то, чтобы заплатить государству по счетам. Такой срок дают налогоплательщикам, которые задолжали скромную сумму. Уложиться в него предстоит Ачиру Адьянову. На нем висит долг в пять тысяч рублей. Я только на работу устроился, буквально полтора месяца. И вот сейчас зарплату получу 10 октября и выплачу. Все будет нормально, хорошо. Все будет не очень хорошо, если налогоплательщик затянет с оплатой долга. Его сумма начнет расти, начислятся пене, а самого должника привлекут к административной ответственности. Еще строже закон поступает с теми, кто накопил десятки тысяч рублей долга. Если у него задолженность свыше 30 тысяч, мы передаем документы судебным приставам и запрещаем выезжать налогоплательщику за границу. На этот раз не было повода применить эту крайнюю меру. Большинство автовладельцев вовремя платит государству по счетам. Лишь несколько человек имеют незначительные задолженности. Чаще всего плательщики затягивают с оплатой транспортного и земельного налогов. Как сделать коллективную перевозку детей безопасной? Эта тема стала главной на совещании в администрации. На нем свои вопросы представителям дорожной инспекции задали руководители любрецких образовательных учреждений. В преддверии нового учебного года в округе проделали большую подготовительную работу. Вблизи школ и детских садов нанесли дорожную разметку и проверили исправность всех светофоров. В учебное время школьников ждут профилактические занятия по изучению правил дорожного движения. Практика показала, это работает. Из года в год статистика детского травматизма на дорогах становится лучше. У нас конкурс выигрывает компания, которая имеет лицензию на пассажирские перевозки, обладает хорошим подвижным составом. И здесь жесткое требование администрации, она и понятна, управление образованием. Только одно. Давайте эти случаи не допускать с вами. Потому что рисковать жизнью наших ребят это недопустимо. Еще одна неотъемлемая часть учебного процесса – поездки школьников на экскурсии в музеи и театры. Организацию работы транспорта и безопасность при перевозке детей в автобусах на завещании обсудили подробно. Косинспекторы огласили основные требования к перевозкам детей, к лицам, которые их сопровождают, и непосредственно к самому транспорту. Для осуществления организованной перевозки групп детей используется автобус, который согласно пункту 22.9 правил дорожного движения допущен в установленном порядке и к участию в дорожном движении, оснащен в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС. Также на совещании представители Люберецких школ задали интересующие их вопросы инспекторам ГИБДД. Анна Троян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Сразу три детские площадки открылись в округе за один день. Площадь каждого комплекса – 450 квадратных метров. На них разместились песочный дворик, современные игровые элементы, тренажеры, опоры, освещение и система видеонаблюдения. Главные судьи – дети уже вынесли свой вердикт. Мне очень понравились эти горки. Я сюда всегда буду приходить. Современная детская площадка появилась в Октябрьском на улице Текстильщиков. Комплекс начали строить в июне, а к концу августа объект был почти готов. Всего в этом году будет в Октябрьском семь таких игровых комплексов. Здесь, понимаете, здесь даже комплексное благоустройство идет. Здесь идет освещение, здесь будет камера видеонаблюдения. По соседству дети штурмуют новые горки и карусели. Микрорайон Западный, поселок Октябрьский, тоже не остался без обновки. Современный игровой комплекс вырос здесь на месте моральной, физически устаревшей площадки. – Побольше таких площадок. За этот год, молодцы, сделали много площадок. Как бы вот меня не было, я в гости приезжаю. И вот одна площадка, вторая у нашего дома такая площадка. Здесь оккультурили. Молодцы. Так держать. Если в Октябрьском детские городки растут как грибы, то в Малаховке такие перемены в новинку. Губернаторская программа впервые добралась до поселка. Вместе с ней – песочница, тренажеры, качели и карусели. Местные жители по праву окрестили площадку самым современным игровым комплексом поселка. – Здесь интересно. Здесь можно играть в загонялки. Мне здесь нравится. Я бы хотела здесь жить. На этом благоустройство округа не заканчивается. До конца года здесь появятся 52 спортивные и 65 детских площадок. Финансирует проект правительство Московской области и администрация округа. Дарья Борисова, Анастасия Юшкевич, Александр Моисеев и Валерия Абсалямов. Телеканал ЛРТ. Осень – это не только начало учебного года, но и время честования педагогов. Магазин «Банди Игрушка» приготовил для покупателей приятные предложения специально к профессиональным праздникам – Дням воспитателя и учителя. Какие еще сюрпризы ждут люберчан в сентябре, знает точно Анна Троян. Нам нравится очень сюда ходить. Здесь абсолютно весь ассортимент, все возможно найти. Даже если этого нет, мы заказываем и сюда привозят все. И мы забираем. И по цене тоже. Постоянные покупатели «Банди Игрушки» знают. Магазин не скупится на выгодные предложения. В этот раз они решили порадовать покупателей масштабной распродажей. 27, 28 и 29 сентября все товары станут гораздо дешевле. 20% – это существенная разница. Школьный сезон практически уже закончился. Правильно? Все закупили. И чтобы если кто-то не купил, или у кого-то денег не хватило, то они в эти три дня могли сэкономить свой бюджет и докупить то, что они не могли. Скидки – отличный повод купить больше или позволить себе дорогие товары. В магазине вы найдете ручки в стальных корпусах, профессиональные карандаши и краски от известных производителей. Особой популярностью пользуются стильные тетради европейского бренда. Приятные на ощупь, в уникальном дизайне. Привлекают внимание всех студентов. Больше, чем остальным, повезло педагогам. Для них каждый день до 5 октября скидка 10%. Естественно, они только должны заполнить нам анкету. Это указать свой телефон, адрес, кем они работают, где мы работаем. Все мы знаем, что зарплата у нас всегда маленькая. А это все-таки 10% скидка. Она поможет сэкономленные финансы бросить на свой праздничный стол. А на преподавательский стол со скидкой может попасть абсолютно весь товар магазина. Методические материалы, рабочие тетради, канцелярские принадлежности. Учительские блокноты, а их здесь огромный выбор. И, конечно, куда в профессиональный праздник без подарков коллегам? Практичные блокноты в коже и эксклюзивные экземпляры книг для ценителей. У нас представлен очень хороший ассортимент подарочных книг. Это электрированная энциклопедия, это различные подарочные издания и по классике, и по фантастике, и по искусству. Каждая книга, она просто произведение искусства. Переплеты различные и в золотом тиснении, и в позолоченном, и в коже, и под кожу. Но не это самое главное. Самое главное, вы же понимаете, что как наш лучший друг, книга помогает нам и расслабиться, она нас учит. Как и каждый день, так и в сезон распродаж, в магазине вы найдете огромный выбор развлечений для детей от грудничкового возраста. Развивающие игры, монополии, буквари, раскраски, куклы и конструкторы по доступным ценам. В банде игрушка. В три дня скидок можно заранее сэкономить и на новогодних товарах. В магазине уже начали подготовку к главному зимнему празднику. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Компания «Хеливерт» отмечает круглую дату. Российско-итальянскому авиазаводу, который базируется в поселке Томилино, исполнилось 10 лет. Об уникальном предприятии, его сотрудниках и вертолетах наш следующий сюжет. Я точно помню, 17 января в 2009 году я приехал сюда вместе с представителем компании «Леонардо» с Альберто Понти. Мы приехали, посмотрели, здесь ничего не было. Предприятие построили за один год и восемь месяцев. Сегодня на 40 тысячах квадратных метров размещен производственный комплекс, сервисный центр, летно-испытательная станция и участок предполетной подготовки. Вертолет, который находится за мной, он находится в состоянии сейчас сборки. Его готовность составляет 38-40%. Была проведена работа по установке постовой балки, проведена жгутовка, напольное покрытие. И, соответственно, далее будут установлены основные агрегаты. Компания «Хеливерт» – первый в России авиазавод по полному циклу сборки иностранной продукции. Предприятие создано на паритетной основе между российским холдингом «Вертолеты России» и итальянским производителем «Леонардо». Раньше компания называлась «Агусто Вестленд». Мы работаем по высоким технологиям, которые постоянно развиваются. Мы очень горды и довольны российским персоналом, работающим на заводе. Сегодня на предприятии работают уже более 90 человек. Они почти все прошли обучение в Академии «Агусто Вестленд» в Италии. И сегодня сформировался высококвалифицированный, опытный коллектив сотрудников. Здесь производят ручную сборку одного из лучших в мире вертолёта среднего класса АВ-139. При создании машины применяются передовые агрегаты из разных стран. Для окраски будущего вертолёта в Томилино приезжают итальянские специалисты. Все виды работ в окрашивании очень деликатные и особенные. Они нужны не только для эстетики, но и для защиты поверхности от климатического воздействия во время полёта. В этом году предприятие «Хеливерт» перешагнуло десятилетний рубеж. Молодая, динамично развивающаяся компания сплотила вокруг себя талантливых авиационных специалистов. Они вкладывают в создание каждой машины не только свой труд и умения, но и душу. Я хотел бы пожелать и коллективу компании «Хеливерт», и руководству компании благополучия, стабильности, роста заработной платы. Ну а мы будем надеяться, что вы будете развиваться. Ну а мы от этого будем получать удовольствие. И слава о «Люберцах» уйдёт далеко за пределами нашего «Люберецкого края». Главным достижением, достоянием нашего предприятия являются его люди. Все их объединяет одно – это любовь к авиации. Прежде всего здоровья, пожелать им душевного благополучия, успеха в личной жизни. И победа будет за нами. Я абсолютно в этом убеждён. С праздником, дорогие мои коллеги и дорогие друзья! Луиза Игазарян, Елена Кирсанова, Александр Моисеев, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. 5 тысяч километров – именно столько предстоит преодолеть участникам автопробега «Москва-Байконур-Москва». В этом году путешествия посвятили 60-летию ракетных войск стратегического назначения, основой которых стал космодром «Байконур» – родина первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты. Старт автопробегу традиционно дали у Люберецкого техникума имени Юрия Гагарина. 13 лет мы прожили на Байконуре. Раньше это назывался город Ленинск. Муж у меня служил на гагаринском старте. Я работала сначала на вычислительном центре, который тоже осуществлял обработку телеметрической информации. Участники автопробега без преувеличения – космические люди. Это активисты ветеранского движения космодрома «Байконур» и члены их семей. Путешествие длиной 5 тысяч километров для них не просто интересный путь, но и возможность окунуться в самые теплые воспоминания работы на космодроме. Мы поехали. Возглавил автоколонну ветеран космодрома «Байконур». Николай Кантер 15 лет прослужил на гагаринском старте. Готовил и запускал ракеты военного назначения. Едем на пуск космонавтов, пуск ракетоносителя «Союз». «Байконур» – это молодость наша, наша жизнь. И вот уже прошло больше 20 лет, я в 1998 году уехал с «Байконура». Но с тех пор он не отпускает. Организаторы акции. Межрегиональная общественная организация ветеранов космодрома «Байконур». Третий раз автопробег стартует от памятника главному космическому покорителю в Люберцах. В этом году впервые путешественников провожали студенты гагаринского техникума. Мы рады быть сопричастны этому событию, потому что оно носит патриотический характер, объединяет ветеранов вооруженных сил, объединяет профессионалов своего дела. Такое профессиональное братство получается. Ну и мы хотим, чтобы наши студенты приобщились к этому патриотическому началу. По пути следования к ветеранской автоколонии присоединятся экипажи из других городов России. Маршрут автопробега пройдет через Рязань, Пензу, Самару и Оренбург. Поехали! Всем удачи! Анна Трояна, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. 450 человек посетили курс безопасного обращения с оружием в Люберцах. Открытый урок по практической стрельбе из пистолета направлен на привлечение жителей в спорт. Ведь совсем скоро в «Триумфе» откроется первая школа стрельбы в городском округе. Софья Изюмченко словно Соня Блейд из знаменитой игры. Безошибочно попадает в цель. Обладательница серебра в командном зачете чемпионата мира по стрельбе в пятерке лучших в России. А все потому, что пистолет попал к ней в руки в нужное время. А главное в нужном месте. Я познакомилась с другом, который занимался уже на протяжении полугода стрельбой. Он меня привел в этот спорт и я уже просто не смогла отсюда уйти. Три-четыре раза в неделю мы занимаемся стабильно. У нас физическая подготовка большая. Первые годы у меня был жуткий страх, что я не попаду, что я не смогу нормально отстрелять. Сейчас я как раз словила то состояние, которое нужно стрелку. Оружие не предмет насилия и точно не игрушка, а способ воспитания собственных качеств. Стрелок относится к нему как к спортивному орудию. Все это целый день на мастер-классах люберчанам демонстрировали такие же профессионалы, как Софья. Здесь для гостей и зрелищные показательные выступления, и соревновательные программы, и просто азы пользования пистолетом. Попытать свои возможности на открытом уроке мог абсолютно каждый. Вот я, к примеру, не держала пневматическое оружие в руках более 15 лет. Эмоции зашкаливают, адреналин переполняет. Но самое главное, тут вырабатывается умение держать себя в руках. В Люберецком округе пока пострелять официально можно только в тире. В сентябре свои мечты и способности реализовать получится в первом специализированном клубе по стрельбе. Один из первых в него вступит красковчанин Станислав, который на курсе безопасного обращения внезапно открыл в себе таланты и положил все мишени. Это, наверное, врожденное, потому что в своей жизни я особо никогда не стрелял, разве что в тире и из автомата Калашникова на сборах. Если в процентном отношении, то 95% попаданий у меня есть. В Люберцах обучать стрельбе из пневматики вызвалась двукратная чемпионка мира по практической стрельбе из пистолета Вера Трескова. Спортсменка нацелена серьезно, хочет воспитать будущих членов сборной России. Сейчас открывается самая первая в Люберцах школа по практической стрельбе из пневматического пистолета. Она будет на базе спортивного комплекса «Триумф» открыта. Будет сформировано 4 группы, по 10 человек. Могут попробовать силы пройти в отбор в сборной Российской Федерации на представление участия на чемпионате мира. В дальнейшем до конца года планируем открыть еще два отделения в разных районах города Люберца. В стрелковый спорт люберчан вовлечь удалось. Взяв оружие на пробу, многие захотели держать пистолет в руках профессионально. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. По всему Подмосковью прошла массовая экологическая акция «Наш лес, посади свое дерево». Люберцы приняли активное участие. В итоге зеленая зона округа увеличилась на 36 тысяч саженцев различных деревьев. Примерно одна треть растений заняла 3,5 гектара территории Малаховского лесничества. Березы, клёны, липы, яблони, вишни и не только. Наши корреспонденты добавили зеленых красок в окружающую среду и посадили свои деревья. На настроение просто огонь, этим сажать деревья сегодня. Всё будет круто, я думаю. На акцию «Наш лес, посади свое дерево», как на праздник. Субботнее утро началось для люберчан с путешествия на просторы Малаховского лесничества. Пока активисты коротали время в автобусах, их земляки уже взяли в руки инвентарь и вышли на улицы округа, чтобы сделать их зеленее. В конце лета в Люберцах стало ещё на одну пешеходную зону больше. Вместе с ней жители получили площадку для выгула собак, лавочки, урны и многое другое. Теперь пришло время её озеленять. Самая масштабная высадка развернулась вдоль пешеходной зоны на Смирновской. 4400 кустарников барбариса, 60 деревьев клёна и каштана украсили объект. Семья Тихоновых озеленяет округ каждый год. Мы вместе с дядями сажаем деревья. Деток нужно приобщать к таким мероприятиям. И тем более сейчас экологическая такая на планете катастрофа. Нужно заботиться о природе. А как заботиться? Хотя бы маленький вклад каждого ребёнка в посадке одного дерева – это уже огромный плюс. Информационные таблички показывали, как правильно высадить деревья. Земельку туда засыпать. Чуть-чуть прибивают её, чтобы деревце поплотнее находилось там. В нелёгком труде, а саженцы на деле оказались тяжёлыми, Люберчанам помогли сотрудники отдела благоустройства. И чтобы деревья прижились, высадка велась под их внимательным контролем. Должна быть соблюдена определённая технология, определённые правила. Ну, например, корневая шейка не должна закапываться. Определённый вокруг кома дерева должен быть расстояние, которое забивается потом землёй. Я сажаю деревья каждый год, чтобы в Люберцах воздух был чистый. 32 площадки по всему городу стали зеленее благодаря управляющей компании ЛГЖТ. Раньше я сажала только сосны, а теперь ещё и кусты. 450 единиц кустарников и деревьев высадили на территории обслуживания Люберецкого треста. Клёны и липы появились там, где просили сами жители. Давайте будем оберегать планету. Такое, другое, на свете нет. Поможешь, папе? Пожалуйста. Семья Каманич, выйдя на прогулку, не смогла остаться равнодушной перед посадкой деревьев. У Арины это первое растение, которое она посадила сама. Чтобы воздух был чище. Нерви, зайчик. Мы же его посадили, чтобы он вырос большим. Во дворе на улице Юбилейной жителям предстояло высадить кустарники. Чепушник, дёрен и пузыреплодник вырастут благодаря неравнодушным жителям, которые озеленяют свой двор постоянно. Чтобы дышать легче было. Чтобы вот эта загрязненная вся природа, она хоть немножко бы уходила куда-то. Чтобы дышать и нашим потомкам было где жить. Вот такая, как мы, когда заселились сюда, вот посадили все эти деревья. Сажаем деревья, чтобы у нас красиво было на 115 квартале. Обычно Альбина Саидова во время экологической акции сажала сосны в лесу. В этом году на немного отложила свои дела, чтобы озеленить собственный двор. Очень приятно, что люди выезжают и именно благое дело делают, что города зеленеют, а не строятся какие-то башни, а именно зеленеют. Сотрудники Треста согревали горячим чаем активных горожан, угощали выпечкой. А возглавил посадку деревьев руководитель компании. Мы собирали в течение двух месяцев пожелания, какие виды деревьев, какие сорта. И главное, чтобы жители у нас сами ухаживались, не ломали. Акция не имеет возрастных ограничений. В бою за экологию лопаток-лопатей встали представители сразу нескольких поколений. Несмотря на свой возраст, воспитанники детского сада номер пять уже впитали азы садоводства. Надо выкопать большую яму, потом взять растение, посадить его и налить воды. Чтобы собирать какие-то фрукты, ягоды. Осталось лишь немного подождать. За полчаса на участке выросло больше десятка плодовых деревьев. Вообще любим с землей работать, и поэтому решили сегодня и солнышко, хотя бы вышли из дома холодно, но ничего. Пришли вот помогать и удовольствие получать от этого. Приятное с полезным совместили и с жителем многоквартирных домов. Молодыми рябинами украсили свой двор жители микрорайона «Птицефабрика». На детской площадке встретились родственники, соседи и друзья. Семья Сильвертовых присоединилась к эко-акции в полном составе. Нужно показывать подрастающему поколению, что мы сами строим не только свой быт, но и поселок, и место, где мы живем. Теперь из окон томилинцев открывается вид на 15 молодых рябин. Жители поселка традиционно становятся активными участниками акции. Мы не хотели своя дерево! Уже не первое дерево сажает второклассник Никита Стеклянников. Второй год он участвует в акции «Наш лес, посади свое дерево». Я пришел, чтобы посадить дерево, потому что они мне нравятся. На самом деле мне не очень нравится их садить. Мне нравится закапать или откапывать. На 50 новых деревьев увеличилась аллея от 36-го дома на 3-м почтовом отделении до памятника Трём Иванам. Отдельное внимание – высадки саженцев на территориях школ и детских садов. Каждое растение проходит проверку своеобразную, чтобы прежде всего было безопасно, чтобы эти деревья не были аллергичными. Поэтому все деревья, которые у нас на территории, они приносят только красоту и пользу. 30 ту и 8 фруктовых деревьев появилось во дворе детского сада номер 9. Сегодня нам помогает не только солнышко посадить наши деревья, но и детские улыбки, детский смех, который, я надеюсь, поможет тому, чтобы все посаженные деревья принялись, ну и дали свой результат. Кислород. Участок Малаховского лесничества на один день превратился в большую развлекательную площадку. Перед работой участники экологической акции как следует размялись. Настроение бодрое, солнышко светит, нам погода сегодня подворпила. И мы все ветераны приехали, чтобы посадить лес, оставить след после себя. Экологическая акция стартовала с яркого флешмоба. Сотни молодых активистов выстроились в слово «лес». Получив в инвентаре фирменную экипировку, люберчане приступили к своей главной миссии. Самые активные участники акции – маленькие дети. Самые лучшие помощники. Для тех, кто сажает дерево впервые, родители проводят мастер-класс. А вот Алене Колодиной подсказки не нужны. Второй год подряд девочка вместе с родителями принимает участие в экологической акции. И точно знает, как надо сажать дерево. Я люблю сажать деревья. И вообще я люблю все сажать. А сегодня сколько деревьев ты уже посадила? Точно не могу сказать, но точно 5-6 штук, 7, точно. Какая-то даже гордость и надежда на то, что что-то после нас останется, наша память. В этом году для посадки молодых саженцев сотрудники лесного хозяйства выделили 3,5 гектара земли. На этом лесном участке в 2015 году был посажен лес молодой. Ну, приживаемость была плохая. Но поэтому приняли решение совместно с администрацией посадить, в общем, дополнить этот участок молодым лесом. Акция «Наш лес – посади свое дерево» проходит в Московской области с 2014 года. За это время в столичном регионе высажено 14 миллионов деревьев. Городской округ Люберцы ежегодно присоединяется к экологическому проекту и вносит свою лепту в восстановление леса. Очередная акция «Наш лес – посади свое дерево» завершилась. Жители городского округа Люберцы потрудились на славу. Через несколько лет на этом пустом поле появится настоящий лес. Здесь вырастут десятки тысяч новых деревьев. Луиза Егезарян, Анна Троян, Дарья Борисова, Анастасия Юшкевич, Петр Пономаренко, Валерия Абсалямов, Алексей Андреев и Александр Моисеев. Телеканал ЛРТ. 30 сентября состоится встреча главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого с жителями. Мероприятие пройдет в 54-й школе по адресу поселок Октябрьский, улица Школьная, дом 2. Начало этой встречи в 18.00. На этом выпуск завершен. Еще больше информации и еще подробнее на нашем сайте и в сообществах соцсетей нашего телеканала. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!